Итак, как же родился гуру дрона? Родился он необычно, то есть он родился, во-первых, не из лона матери, а во-вторых, он родился только из семени своего отца. Как это произошло? Отцом трона является мудрец Бхарадваджа. Кстати, интересно, это тот Бхарадваджа, который написал трактат Вимани Кашастра, который посвящен эксплуатации и строительству летательных аппаратов, потому что либо это один и тот же мудрец, либо все-таки какой-то тезка. Если вы об этом знаете, кто именно какой из Бхарадваджи написал Вимани Кашастру, пожалуйста, сообщите мне, это интересно, я это изучаю. Итак, однажды мудрец Бхарадваджа гулял по берегу реки Ганги и хотел совершить омовение. Хочу подчеркнуть, что многие мудрецы ведийского эпоса, многие занимаются аскезами, то есть ограничивают себя в различных телесных удовольствиях, включая одну из главных аскез, это брахмачарья. Брахмачарья – это целебат. Так вот, Бхарадваджа шел по берегу Ганги, и вдруг он увидел прекрасную ассару, которая купалась в реке и была полуобнаженной. И когда ветер тронул ее одежду, то он увидел ее прекрасное тело, и эта картина его очень взволновала, и взволновала она его так сильно, что он испустил семя. И семя этого он не выбросил, а положил в горшочек. И вот из этого горшка родился его сын Дрона. Интересно, да? Я уже рассказывала вам про рождение из горшка в моем видео, которое называется «Кумбхаджа, рожденный из сосуда». Там приводился пример рождения из горшка мудрецов Агасти и Васиштхи. И вот мудрец Дрона, а он мудрец по рождению, потому что его отец брамин, и по сути он был брамином и выполнял функцию брамина. Так что получается, как минимум мы уже знаем о трех браминах, мудрецах, которые были рождены необычно из горшка и являлись кумбхаджами.